Господь, милая житьё Всем добрый день! Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии Лоскутных шитья. Сегодня у нас вторник, 7 сентября, 395-й лоскутный эфир. Обычно 85% всех наших с вами лоскутных эфиров выглядит так. Я вам что-то рассказываю, как шить какой-нибудь блог, а вы внимательно слушайте этот блог шьёте или не шьёте там, ну и так далее. Часто бывает так, особенно последние несколько лет, что вы стали получать информацию от нашего канала о всяческих выставках, фестивалях, различных мероприятиях в области лоскутного шитья. Так, например, в 169-м лоскутном эфире, 169-А, я сейчас на врезке все эти эфиры покажу. Я вам рассказывала про Волга Квилт. У нас было очень много эфиров про фестиваль лоскутного шитья в Суздале 2019 года. 181, 182, 183, 184 эфиры. У нас был эфир про выставку шедевр лоскутного шитья, которая была ровно год назад, в сентябре прошлого года в Москве, в гостином дворе. Это эфир 294-А. Ну и, конечно же, очень много было информации вот этим летом про фестиваль в Манеже, фестиваль Душа России, который прошел в июле 2021 года. Это эфиры 379-А, 379-Б и куда дальше, 380 и так далее. Очень много мы рассказывали о мастерах, о различных кружках и так далее и тому подобное. Конечно же, по весне был Квилт-фест, это эфир 355 и далее. Ну и буквально совсем недавно, на прошлой неделе, вообще-то 28 августа это было событие, открылся первый в России музей лоскутного шитья в Рязани. И, конечно же, это событие мимо нас с вами не прошло. Мы в нем, так сказать, поучаствовали. Ну, кто реально смог, а кто, конечно, виртуально. Ну, а спрашивайте вы меня, что же дальше? Ну, во-первых, не беспокойтесь. Конечно, все тематические лоскутные эфиры по шитью различных лоскутных изделий, по созданию различного типа узоров лоскутной мозаики, мы, конечно же, с вами будем продолжать. На сегодня мне понадобится ваша помощь. Ваша помощь вот в чем. Смотрите, мы в основном, лоскутницы, проводят мероприятия в реале. Ну, то есть в реальной жизни, как бы, получается так, что кто-то участвовал. Вот когда заканчивался фестиваль в Манеже, вот этим летом, 31 июля, в субботу было закрытие. Знаете, у меня было такое чувство, как, когда была Олимпиада 80, Мишка улетал Олимпийский, помните, со стадиона. Мы смотрели телевизор, мне было 12 лет, и у меня просто вот слезы на глаза наворачивались. И почему-то вот это же чувство вернулось через очень-очень много лет, когда вот закрывался фестиваль в Манеже. У меня тоже было такое чувство, что Мишка Олимпийский улетает, и хочется плакать. Но на самом деле, конечно, все поправимо, и это не последний с вами фестиваль в нашей жизни. Но резюме вот всех этих мероприятий хочется чаще встречаться. Чаще встречаться, но страна у нас огромная. У нас от Калининграда до Находки, еще Южно-Сахалинск и Благовещенск, и еще много чего посередине Урал-Западная, Восточная Сибирь, Красноярск, Сыркутск, Лондон, Томск, Новосибирск, Светловск, он же Екатеринбург, много чего. Хочется встречаться. К счастью, нынешние коммуникационные технологии, интернет-технологии это позволяют. С этой целью я решила провести в октябре 2021 года, то есть буквально вот уже через полтора месяца, конференцию по лоскутному шитью. Ну, что за зверь, такую конференцию, это не страшно. Это когда группа лиц, представители организации или просто группа лиц встречаются для обсуждения насущных вопросов. Это конференция, да? Для конференции сейчас не обязательно надевать протокольный костюм, потому что мы все онлайне, вы можете конференцию провести все в домашних тапочках. В принципе, можете и не в домашних. Смотрите, значит, 26 октября во вторник, 27 октября в среду и 28 октября в четверг мы с вами проводим первую всероссийскую онлайн-конференцию по лоскутному шитью. Сейчас коротко посмотрите цепочку слайдов и конференции, а после этого мы с вами продолжим. Продолжение следует... В конференции будет три дня. Первый день это, ну как это сказать, это не общие вопросы лоскутного шитья, а фестивали, выставки, как участвовать в фестивалях, как участвовать в выставке, как создать лоскутный кружок. То есть назовем это так, общеорганизационные вопросы, потому что очень многим из вас интересно, какие будут фестивали в ближайшее время, темы этих фестивалей, потому что очень многие шьют работы для фестивалей этих людей. Слава Богу, становится все больше и больше. Это очень сильно меня радует. Это первый день. В основном будут выступать руководители фестивалей крупных Квиллфеста, фестиваля Душа России. Попробуем пригласить еще других участников, которые вам расскажут о том, как участвовать, как сделать такую работу, которая будет интересна и зрителям, и жюри, ну и конечно вам самим. То есть вот такие вещи. А второй день у нас будет лоскутная одежда. Лоскутная одежда это, конечно же, Ксения Дмитриева с ее великолепными работами, но другие, конечно же, тоже дизайнеры, которые шьют лоскутную одежду. Конечно же, люди, которые помогут вам понять, как кроить лоскутную одежду, какие есть секреты кроя. То есть второй день это лоскутная одежда и аксессуары. Теперь тема бездонная, потому что я даже не знаю, как мы войдем во второй день, потому что там еще сумки, там еще клачи, там еще кошельки, там все-все-все-все-все. Ну, я думаю, что мы все с вами успеем. Ну, а что же третий день? А вот третий день это уже предметная область. То есть в третий день фестиваля вы узнаете, какие ткани подбирать, какие утеплители, что такое стабилизаторы, какие нитки швейные, какие швейные машины лучше всего. То есть мы постараемся с вами собрать тех людей, которые в этих вопросах наиболее компетентны и которые могут дать вам полезную, нужную и, главное, практически применимую информацию. Вот это коротко о конференции. Конечно же, да, мы все приглашены. Конечно же, мы объявим о конференции заранее, как бы дадим вам возможность записаться, зарегистрироваться и так далее. Более того, с конференции вы получите, по желанию, записи этой конференции и чек-листы. То есть чек-листы – это полезные списки, чек-листы, которые, допустим, там пять приемов, там стежки. Ну, к примеру, да, еще что-то. То есть вот такие вопросы. Что еще хотел сказать? Некоторые говорят, ну, зачем в конференции участвовать онлайн? Я вот живу там в находке, у меня там, пока у вас там в Москве будет три часа дня, у меня будет уже там очень много времени, я уже спать буду. Вообще, на самом деле, ну, конечно, если вы хотите спать, спите. На самом деле, живое участие в конференции выгодно вам тем, что вы можете напрямую задать вопрос спикеру, живьем, в прямом эфире. То есть не спрашивать там, ой, а как это, а вот просто спросить, допустим, будет выступать Римма Бабина, директор фестиваля «Душа России», да? Вы можете прямо спросить, Римма, скажи, пожалуйста, вот как шить такую работу, чтобы она взяла гран-при? Ну, к примеру, да? Ну, или какой-то другой вопрос, который вас интересует. Итак, участие онлайн – это очень удобный способ задать напрямую компетентному специалисту, компетентному спикеру вопрос, который вас волнует. Ну, а теперь давайте поговорим вот о чем. Делать конференцию на тему, которая никому не интересна – это совершенно глупое и бесполезное занятие. А вот чтобы узнать, какие именно темы и в какой степени вам интересны, нужно, конечно же, вас об этом спросить. И поэтому прямо сейчас мне нужна ваша помощь. Внизу, под этим видео, в комментариях, закреплена ссылка на анкету. Вот сейчас вы ее видите. Закреплена ссылка на анкету. Все, что вам нужно сделать, это на эту ссылочку нажать и в эту анкету пройти. Чтобы это не было для вас неожиданностью, там какие-то жуткие вопросы, первое – заполнение анкеты займет 5-7 минут. Это совершенно не страшно. Значит, естественно, что вы указываете свое имя, свой электронный адрес. Сразу вам говорю, ни в какие базы никуда я это не сливаю, никуда я это не собираюсь сделать. Прежде чем запустить анкету, первое, что я сделала, это протестировала ее на родных и близких, ну, то есть на тех, кого не жалко. И у меня есть тетя Оля, моя любимая папина сестра, она сказала, слушай, ладно, ну меня она прикрепит, что я там пишу свой электронный адрес как бы. Поэтому объясни людям, что вот никуда ты этот адрес сливать не будешь, никуда я этот адрес сливать не буду. Итак, анкета. Фамилия, имя, отчество, электронный адрес. В анкете мы указываем возраст, ну, обычно не точный возраст, а временной интервал, то есть, допустим, до 44, до 45-54, 55-64, 65-74 и чуть постарше 75. Ну, чуть постарше, это понятно. Обычно 40-45 процентов нашей аудитории, это интервал 55-64, ну, потому что именно в это время как бы у детей, у людей уже и внуки все на свете, вот поэтому так. То есть вы указываете свой возраст и после этого вы указываете ваш статус в лоскутном житье. Что такое статус, как бы, да? Смотрите, обычно вы пишете, то есть, что с вами происходило. Закончила я курс ремесла Академии лоскутной шитью, училась я на курсе ремесла, не училась я на курсе ремесла, только смотрю ютуб-канал, как бы, училась на других курсах по лоскутному шитью. Вот этот коротенький списочек вопросов, вот, он у нас, пожалуйста, будет в анкете. Что еще будет в анкете? История взаимодействия с вашим, с вашим, с лоскутным шитьем и рукоделием, кто у нас участвует? Вообще, удивило меня очень сильно, что очень много профессиональных закройщиков и профессиональных швейников начинают заниматься лоскутным шитьем. Причем, когда эти люди заканчивают Академию лоскутного шитья, я же читаю все ваши письма, все ваши выпускные сочинения, и все пишут, боже мой, так это оказалось гораздо все по-другому, гораздо сложнее, там другие типы швов, там все по-другому. И кто-то даже написал, из ваших коллег уважаемых, что, вы знаете, она написала так, мне вот вся моя, как бы, учеба, как закройщика, как бы, скорее даже помогала, мешала, чем помогала. Ну, это, как бы, личное наблюдение. Итак, ваш статус в лоскутном шитье и истории взаимодействия с шитьем и рукоделием. Я профессиональный закройщик, я работала швеёй и технологом в швейнике, преподавала шитью, я училась на грузах руки и шитья, я шью хорошо с детства, очень хочется научиться шить, но страх, что они получатся и другое. Кстати, про научиться шить и страх, что не получится, сразу вам скажу. Очень часто, когда к нам поступают в Академию на курс ремесла, очень многие пишут, мне мама говорила, что у меня руки не оттуда растут. Через три недели, ну, кто-то через месяц, кто-то через два, люди шьют офигенные лоскутные одеяла. Я спрашиваю, это вот вы писали, что у вас руки не оттуда растут? Они говорят, мы, ну, мы не знали, что так получится. У всех из нас руки растут откуда надо, поэтому перестаньте себя грызть. Итак, продолжаем. Следующий вопрос будет в вопроснике, сколько времени вы можете уделять лоскутному шитью в месяц? Вы там выберете просто подходящую вам опцию. Ну, и главные вопросы – это выделить из раз, два, три, ну, большого списка, десяти пунктового, два главных мотива, которые толкают вас, вдохновляют заниматься лоскутным шитьем. Я вообще раньше, когда начинала, думала, что толкает заниматься лоскутным шитьем, желание что-то заработать. А оказалось, что это желание почему-то в списке оказалось на последнем месте, в рейтинге. И самые два основные мотива – это хочется творить красоту. Этот мотив просто доминирует над всеми остальными. Я, у меня самой так хочется, но я не думала, что все остальные думают так же. Ну, вот потрясающе, да? И еще люди очень часто пишут, что им нравится создавать красивые и практичные вещи на каждый день. Вот этим мы займемся в красной конференции и будем это обсуждать, да? Хорошо. И еще? Секунду. Значит, еще есть такой вопрос, какой формат курсов вообще по обучению лоскутному шитью для вас наиболее желательный. Ну, это могут быть, допустим, длинный методический курс, вот как ремесло. Это могут быть какие-то короткие тематические курсы по созданию какого-то конкретного изделия. Ну, например, одеяло Бродяги Севера у нас есть, допустим, да? Или там одеяло Знаки Космоса. Или там на Ютубе есть сумка-коробка, там, допустим, новогодняя подарочная сумка. Вот такое вот, да? Вот. Есть еще сейчас такой вариант, он стал очень часто запрашиваться. Это участие в тематическом клубе, ну, то есть в виртуальном клубе онлайн по лоскутному шитью с членскими взносами вот такими вот. Сейчас этот формат очень распространен, и если вам он интересен, вы поставьте в анкете галочку напротив этого пункта. Ну, и еще теперь про конференцию. Ну, а теперь переходим к основной предметной области, то есть ради чего, собственно, вся эта анкета затевалась. Мы с вами уже говорили, что в конференции три дня. И вот в первый день, который называется «Лоскутное шитье как вид творчества и организации досуга выставки фестивалей «Влияние на селью, здоровье и воспитание» есть список вопросов, которые вы хотели бы услышать. Эти вопросы звучат так. Хочу узнать, где и когда в 2022 году будут выставки, фестивали, конкурсы по лоскутному шитью. Хочу узнать из первых рук, как сделать проект для выставки и принять в ней участие как экспонент. Экспонент – это не посетитель, а тот, кто выставляет свою работу. Хочу узнать критерии выбора лучшей работы на фестивале. Хочу узнать, как попасть на лучший мастер-класс на фестивале. Хочу научиться лоскутному шитью лучших мастеров. Какой-то другой вопрос, который вы хотели бы, чтобы мы осветили в первый день по вашему желанию. Его просто нужно будет вписать. Это вопросы к первому дню фестиваля. Обязательно заполняйте этот раздел. Ну и лоскутные одежды и аксессуары. Это, конечно, песня. Пожалуйста, выделите любое количество пунктов, которые вас интересуют. А пункты у нас в этой анкете будут такие. Хочу узнать, как шить лоскутную одежду. Хочу научиться создавать выкрики юбок, жилетов, платьев. Хочу знать все секреты подбора цвета. Почему-то 80% респондентов отвечают на этот вопрос. Да, хочу. Хочу научиться шить лоскутные клачи, кошельки, косметички и так далее. Хочу узнать, как переделывать старые вещи в новые. Хочу знать, какие ткани лучше всего подойдут для одежды в стиле пэччворк. И хочу знать, как дизайнеры создают коллекции лоскутной одежды. Поскольку все очень часто кликают на этот вопрос в анкете, я понимаю так, что без все-таки дизайнеров, которые создают лоскутную одежду, нам с вами на конференции не обратиться. Ну и наконец у нас конференция. Третий день. Это, конечно же, машины, нитки, ткани и так далее. Обязательно пригласим специалистов, которые с этим связаны. Уже знаю, что очень много вопросов у вас будет по стежке. Самый популярный вопрос – это как научиться стягать на швейной машинке домашней в домашних условиях. Постараемся пригласить соответствующего специалиста, который, конечно же, даст нам всю информацию по этому вопросу. Ну и еще, конечно же, в анкете есть раздел, каких спикеров вы хотели бы услышать. Не буду раскрывать секреты, уже смотрите анкету, выделяйте интересных вам спикеров. И, конечно же, если вы хотите кого-то предложить, пишите спикера своего, которого вы обязательно хотели услышать. И мы постараемся с этим человеком связаться и его на конференцию пригласить. Короткое резюме нашей с вами сегодняшней красивой осенней беседы. Итак, в конце октября конференция по лоскутному шитью. Вы приглашены. Пожалуйста, для того, чтобы вам было классно, весело, интересно на этой конференции и обязательно полезно заполните анкету. Ибо мне важно ваше мнение, ваше видение, что вы хотите увидеть, услышать, понять. Конечно, обязательно будут на конференции всяческие бонусы, подарки, призы, чек-листы. Ну, без этого не обходится. Поэтому внизу по ссылке у нас с вами анкета. Заполняйте. Жду ваших ответов. Всем удачного дня. С вами была Лада Христенко, мастер лоскутных идеал. Всем пока. Лада Христенко, мастер лоскутных идеалов. Субтитры создавал DimaTorzok